Вот это вот график крещения в церквях Нихабе, к сожалению, просто это единственная деноминация, по которой всегда были очень четкие отчеты и доклады, но общая картина была практически везде одна и та же. То есть даже вновь образовавшиеся харизматические церкви, куда люди десятками тысяч шли, в конечном итоге церкви есть, а роста в них больше, волной выросли, а больше роста особого нет. То есть когда в общем-то открылась дверь для благовестия, то где-то на 93-й год приходится пик прихода людей ко Христу, а потом идет спад, и чем дальше, тем больше, и в конечном итоге приходит на уровень, который был ниже, чем еще до того, как рухнул коммунизм. В общем-то довольно плачевные результаты, и может быть единственное, что часто люди говорят, ну что ж поделать, ну люди не хотят идти, значит, не предуготовлены ко спасению, ожесточились в сердцах своих, и так далее, и так далее, их вина. Но зато идут только те, кто действительно твердые, уверовавшие. Ну это тоже на самом деле большой вопрос. Вот это таблица определения, во что же верили люди на конец вот этого периода. Если до этого в Советском Союзе 98% людей утверждало, что они атеисты, и только 2% было верующим, то на конец этого периода 98% в бывшем Союзе были верующими. Ну, имеется в виду Россия, Украина, славянская часть союза. Здесь очень смешанные данные по России и по Украине. В скобках это то, что уже вычислено как остатки, то есть то, что реально мы не знаем, просто поймющим цифр можем оценить. Вот. Представляете, 98% верующих, то есть в Квейцарии, в Америке, которые там считают себя ведущими христианскими странами, отдыхают. С ними действительно сравниться не можем. Итак, ну, одно что радует, значит, 100% верующих считает, что Бог существует. Вот. Очень интересное мнение, что 11% неверующих считает, что Бог существует. То есть Бог существует, но я в Него не верю. Вот. Это стоит спросить, а Бог? То есть Бог у тебя верит или нет? Я уже совсем на тебя уводил. Что ты совсем это не хочешь мне делать. Вот. Дальше больше. Всего 36% верующих считают Бога личности. Только 40% считают, что Бог – это высшая сила. 21% считают, что Бог не сотворил мира, верующих. То есть неверующих в этом не стоит. Уверен. Вот. 21% верующих считают, что Бог произошел от обезьяны. Вот. То есть неверующих всего на 3% отличается. Значит, только половина верующих считает, что существует жизнь после смерти. Вот. Ну, тут, конечно, у средневерующих тоже есть люди верующие в жизнь после смерти. Тут просто единственное интересное, что средневерующих больше верят в рай, чем в ад. А средневерующих больше верят в ад, чем в ад. Ну, понятно, они уже здесь себе его устраивают, поэтому ближе. Значит, 20% людей, называющихся верующими, не верят в воскресенье. Только 42% говорит, что вера им придаёт смысл жизни. Для 18% вера – это, значит, связь с Богом. Для остальных – это просто хождение в цепи, ритуалы, традиции. Далее, 30%, почти треть, считают, что все религии ведут Богу. Ты знаешь, что либо как более дорогий путём, значит, либо просто наша традиционная религия, но всё, Богу они ведут все. Значит, более половины считают, что верующий вполне может пройти без церкви. Значит, 72% верующих считают себя православными. Другое вопрос, что почти треть неверующих тоже себя считают православными. Но это, скорее всего, по причине того, что раз в детстве крестился, либо раз в православной стране родился, значит, православный. А 12% считают, что церковь вообще не нужна, от неё одни помехи. А 30% верит в реальность, значит, 30% верующих верит в реинкарнацию, в переселение душ. Неверующие только 6%. Дальше, значит, 41% верующих, значит, верит в астрологию. Неверующие только 31%. 67% верующих верит в инопланетян. Неверующие только 62%. 59% верующих верит в приметы. Неверующих только 57%. Около трети верующих только признают аборт убийством. Примерно четверть верующих считает эвтаназию оправданным, в общем-то, средством. Эвтаназия – это убийство людей из милосердия. Буквально. Эвт – по-гречески. Значит, «благой, танос – смерть». Благая – смерть. Но чтобы люди не мучились. Но, правда, мы знаем, что из Писания, из жизни, что вся жизнь человека – это мучение. Человек рождается на мучении как искра, чтобы стремиться вверх, ввысь. Вот. Поэтому единственный правильный вывод отсюда – это то, что стариков нужно убивать в детстве. Вот. И 54% больше половины верующих считает, что трудной ситуацией, достойным выходом из этой ситуации является самоубийство. А неверующих всего 46%. То есть, посмотрев на вот эти вот данные, единственный вывод, который хочется сказать – это вот вывод, который сделал апостол Павел, когда он посмотрел, пришел в Афины, посмотрел на всех этих идолов, которые там есть поставлены. Да. И сказал, вот теперь я вижу, что вы особенно верующие. Вот у нас страна особенно верующая. Мы верим во все сразу, даже если чего-то еще не слышали, на всякий случай уже в это верим. Вот. Так что сама идея о том, что те, кто пришли в церкви, остались в церкви – вот это действительно верующее, подлинное, значит, истинно понимающее – это тоже далеко не факт. Оттуда вот эти сведения? Значит, эти сведения взяты из газеты «Зеркало недели», ссылочка есть в учебнике. Опять же, возвращаясь к описанию, возвращаясь к учебникам. Там три основных учебника. Указано, по-моему, да? Уже три. Значит, три. Значит, курс идет в основном по двум учебникам. Первый – это введение в систематическую пологетику, и вот эти все материалы там изложены. Значит, учебники – это книги, которые вы читаете для себя, просто, чтобы вам легче было понять содержание курса, если вы что-то на уроке там не… То есть, вы можете, конечно, все конспектировать, и оно полезно бывает, но зачастую важнее просто послушать, разобраться, потому что, если вы чего-то вдруг не успеете законспектировать, это все сделано, значит, курс так рассчитан, что все есть учебник. Вот. То есть, мы взяли за основной учебник по фактам «Зачем верить Бог?» есть, и параллельно ему курс построили, а то, чего нет в этом учебнике, вот оно есть, самый для этого сделанный учебник введения в систематическую пологетику. Вот. Что касается учебника, значит, «Смиренная защита», это учебник новый, он только что вышел, он только что первый экземпляр и принес еще, даже не донес до вашей библиотеки, но там это все более систематизировано по темам и по разделам. Поэтому он вам, если вы хотите просто в каком-то конкретном вопросе более разобраться, вы отправляете в конкретный раздел этого учебника, вот, он не параллельно курсу, но говорит о том же самом, и поэтому он просто более систематизирован для самостоятельного изучения. «Видеосеминария ТВС – благотворительный проект». Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Нарезалтельник, чтоwy искусственное, Субтитры создавал DimaTorzok